друзья нахожусь вот по-прежнему на этой шикарной высоте вот 3700 метров как нету ни птичек ну как вот какой-то уровень высоты где тишина здесь тихо внизу облака внизу небо внизу океан рядом жерло вулкана я хочу вам сказать друзья мои я хочу сказать что здесь именно вот я задумался о нашем уединение в казахстане в казахстане да я тоже что это в горах это выделение на небольшое число людей участников и это тоже я планирую что будет где-то в горной местности ради тишины ради созерцания величия вот и мы в свое время созерцали поток помните да я учил созерцать поток вот горы сейчас привлекают тем что как я уже говорил гора это соединение небесного и земного в одной точке гора именно поэтому сын божий называется скалой что будет казахстане что я планирую я планируешь десять дней такого уединения где мы не будем фокусироваться где мы будем фокусироваться на сотворении реальностей о вы друзья мои так внутренность волнуется об этом почему потому что это год божественности мы его так объявили сейчас мы вот это в академии божественности изучаем нашу божественную природу делаем все для того чтобы мы все вместе познавали нашу божественную природу и что такое сотворение реальности в писании сказано что все боги народов идол и небеса сотворил а господь небеса сотворил настоящее господство это умение сотворять небеса небеса это измерение из которого проистекают все остальные пластичные реальности значит как мы в нашем учении я сейчас не буду вдаваться в подробности но суть в чем что господь сотворяет измерение которое является камнем для всего остального все меняется но только не это измерение небеса неизмены у нас есть такая способность мы как прав небесные таковые небесные у нас и способность сотворять реальность от которой будет выстраиваться все видимо. Именно этому мы учимся, когда входим в трансы. Именно этому мы учимся, когда используем осознанное сновидение. И это то, чему мы будем учиться на протяжении десяти дней, когда мы даже не будем принимать пищу. Кто-то смеется, говорит, пища не зависит. Я не хочу концентрироваться на приготовлении еды, на каких-то походах в столовые. То есть это для тех, кто владеет собой, владеет телом, владеет сознанием. Это не для всех. И, конечно же, мы соберемся раньше. То есть 10 дней это будут чистого вот этого пребывания. Но есть еще, примерно день-два мы приедем раньше, когда мы обсудим все, спланируем, когда мы будем выстраивать теле, будут предварительные зумы, где я буду встречаться с участниками, чтобы вы приезжали и уже входили в эти 10 дней уже подготовленными. Но вот это не будет, что мы будем вас там раскачивать в течение первых пяти дней. Это будет очень-очень сконцентрированное время. В то же время это будет очень релаксовое время, именно в духе. Это реально будет время на горе. Это реально будет время, когда ты сам почувствуешь, что ты есть гора, законодатель реальности. Эти 10 дней я уже расписал. Уже и еще продолжаю это делать. Я знаю, что мы будем делать в каждой из 10 дней. И каждый из 10 дней будет конкретным шагом в навык сотворения реальности. Через сны, через трансы, через специальное погружение в духовные практики. Поэтому, конечно, я мог бы сказать, я приглашаю вас всех, но нет, я не приглашаю всех. Я приглашаю тех, кто внутри себя сейчас слышит. Это точно для меня. Вот прямо с этой высоты, почти 4 километра над океаном, подо мной прямо океан, подо мной облака, как я уже сказал. Со всей ответственностью я приглашаю тебя, если ты слышишь просто из моих уст голос Божий. И хочу сказать, конечно, друзья мои, если вдруг ты понимаешь, что это не в твоем ресурсе, ты не можешь поехать. Не расстраивайся, но положи себе в сердце, положи себе в сердце возможно участвовать в этом в следующий раз. Но именно в этот раз мы делаем это впервые. Такого выезда у нас еще не было, такого уединения у нас еще не было. И, конечно, я хочу, чтобы те первооткрыватели, первооткрыватели, первоходцы, кто движется с нами, по небесной цивилизации, учили свой, что называется «Достойный именец». Первенцы, первооткрыватели, первопроходцы. Поэтому, первенец, я жду тебя. Помните, один из образов небесного – это церковь первенцев. Ну, церковь – это не то слово, которое привыкли, а именно собрание первенцев. И это означает, что иногда мы делаем собрания для тех, кто первый во что-то входит. Вот одна из классных небесных интерпретаций этого места. Поэтому я тебя приглашаю на этот самый первый цивилизм в Пасахстане. Это будет с 20 по 30 сентября. Да, ты уже известна – с 20 по 30 сентября. Приезжай заранее. Я думаю, что хорошо тебе приехать заранее. Примерно на два дня раньше. Ну, 18-го. В крайнем случае – 19-го, потому что там на месте еще до вхождения в 10 дней мы будем общаться. Я приглашаю тебя. Вот с этой чудесной высоты. Я увижу тебя.